Всем привет! Мы тут в лесу гуляем. Рокки тут сзади где-то ходит. И у меня тут есть одна задумка. Я кое-что собираю. Покажу потом. Выискиваю. Вот он. Один гуляет без поводка. И идем туда. Там у нас березовый сок. Поставили с утра баночку. Ой, тут грязно. Пройти невозможно. Смотрите, только-только снег растаял. И мы пойдем крупным путем туда. Березовый сок очень желтый, потому что, я говорю, здесь глина. Нормально. Это не березовый сок, это глиняный сок. Засмешать? Конечно. А я там ставлю одну. А крышку у тебя есть, да? Так, все аккуратно, друзья. Вот у меня в лицо попадется. Тут еще есть такой мок интересный. Хочу взять. На одном дереве смотрел сухой, а здесь такой нормальный. И можно взять дерево. Немножечко. Оп. Рокки грызет. Чего-то. Нам сейчас нужно пойти отсюда эту гору. Да? Чего тебя во рту чё грызешь? Пойдем. Мы нашли тут ежика. Сейчас домой и его обратно отнесем. Ты боится? Смотри, а. Ничего не боишься? Вообще ничего. Но это же не малыш, он получается. Так так. Он не боится? Вообще он не боится? Ничего. Может он бешеный какой-то еж. А пешка. Смотри. К собаке. Кошки давай покажем. Кс-кс кс кс кс. Кс-кс кс кс. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Ой, это кто? Южик. Южик опять куда-то почесал. Вообще ничего не боится. Странный и наглый. Ой. Что делать-то? Что делать в этой ситуации? Южик. Томки отгрызет. А это кто? Крыса. Южик. Ой, нет. Хочу вам показать кое-какие семена и в этом сезоне я хочу провести эксперимент. А знаете эксперимент в чем заключается? Вот смотрите, есть стекла, да, и у нас есть разные производители. Вот здесь говоришь, есть аэлита. Или, например, возьмем морковь. Есть у нас вот производитель удачные семена, там еще какие-то, да, кольчуга, серия кольчуга, но так я не поняла, кто это производитель. Ну, да и не ладно. Аэлита, да, например, там или гавриш, да, и так далее. Тут есть одинаковые семена, например, огурцы. То же самое касается огурцов. И я хочу сделать, знаете, какой эксперимент? Проверить их на всхожесть, чьи семена всходят лучше, там быстрее и какие будут урожаи. То есть я хочу проверить производителей. Будем делать эксперимент. Мне самой интересно, на самом деле, я никогда не задумывалась. Мне тут подсказали идейку, например, да, там аэлита, гавриш. То есть они разных производителей. Вы это можете видеть. И мы с вами будем смотреть. Сейчас первым делом, наверное, я займусь там морковь. Все, что... Насчет огурцов я тоже буду их рано сажать. И буду сажать под агроспам. Хотела показать. Купила вот такой вот лук. Это, наверное, скорее у меня будет на зелень. И вот такой вот лук. Это мелкий он. Я не люблю совсем мелкий. Я как-то покупала до этого совсем-совсем. Представляется, наверное, как горошинки. И вот так тяжело сажать. У меня теперь не хватает. Специально взяла покрупнее. Насчет цены. У нас вот такой вот стоит 160 рублей килограмм. А вот такой вот лук покрупнее. Он стоит 100 рублей килограмм. Я не знаю, это дешево, не дешево. Но не представляю. И купила вот такой агроспам. Не стала вытаскивать из пакета. Прошу меня за это извинить. Вот видно, наверное, да. Он не толстый. Бывает, по-моему, потолще такое. Видите, мою руку видно. Я никогда в жизни не покупала. Для меня это казалось как-то все странно. Потому что вроде как ткань. Ничего она не держит. Но мне женщина-продавец сказала, что выдерживает вот это все до минус 5. Проверим в этом сезоне. Здесь у меня, по-моему, 15 метров. И цена этого агроспама стоит 35 рублей при ширине 2 метра 10 сантиметров. Посмотрим я, как. Впервые в жизни. Единственное, мне, знаете, что нравится в этой ситуации. То, что если вдруг забыли полить или там очень жарко, пленку же нужно открывать. А это раз и все плелось. Все проветрилось. В то же время, не знаю, может быть очень хороший выход, а может быть не очень. Доброго дня всем. Я сейчас на даче и хочу посадить морковь. Вроде сказали, можно. Хотя у нас немного холодновато. И для того, чтобы проверить схожесть, я буду сажать каждый по отдельности. Здесь у меня 4 вида. И сейчас делаю 4 такие гряды длинные и посажу. А для того, чтобы проверить вот этот вот производитель, мне очень интересно, делаем вот такой вот эксперимент. Вот такие гряды я сделала. И буду сажать. Подпишу каждую гряду. Так, две остальные посадила вот такой вот витаминный сорт. У кольчуги, смотрите, какой интересный этот внутренний мир. В кавычках. У них, у всех, у других обычно. Я сейчас прикрою, посмотрим. Сейчас поставлю указатели где что, и потом уже когда-нибудь попозже, когда все поросит, покажу вам. Да, все нормальные люди работают на даче, что-то возятся. А кто-то спит на диванчике, на одежде. Да. А что спрятался? Стыдно? Или что? Стыдно тебе, да? Пойдем гулять, ты же на даче. Эй, чудо. Не пойдешь? Пойдем гулять? Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха. Короче, сейчас мы пошли прогуляемся. Сто лет здесь не было. Тишина. Ха-ха. Кто-то пахтит. Пойдем. Лафа тебе здесь гулять послушаем. А вот он, как это-то. Холодь был. Где был? А, вот здесь вот сыр. А-а-а. Залез. Зачем залез? Чё-то не хочет он в этот... Он тогда... Неделю назад мы здесь были. Он залез в этот пруд. Сам испугался даже не пруд. Типа такого ручья. Вылез, застрял, вылез весь грязный. Сейчас не хочет. В прошлом году здесь сделали дамбу. Она из-за чего тут так треснула? Ну, башка, огромная. А-а-а. И вот здесь вот... Ну, типа дороги вот такую вот сделали. И здесь, видите, такой обрыв. И всё. Теперь где мы пройдем? А... Теперь пройдем здесь. А хотелось, чтобы здесь был такой пруд, да? Я так поняла. Не получилось. А где он там? Всё, ну надо делать. Всё, ну надо делать. Вот такая вот ситуация. Бывает и такое. У нас на самом деле неправильно, наверное, сделали. Ничего. Просто накидали, мне кажется, да? Не накидали, трактовали. И всё. Всё. Не получилось. Дорога. Смотрите. Одни холмы. Какие. Ровности вообще нет. Интересно. Смотрите. 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 Смотрите.